Жители Кирзавода называют свой район брошенным. Все дома, построенные еще в советское время, без должного ухода обветшали и теперь считаются проблемными. В домах 9А и 19А протекает крыша. В 17-м и 19-м канализация просачивается в подвал. Но спросить за такое обслуживание людям не с кого. Их 45-е дома управления обанкротилось. И с 1 февраля на территории Кирзавода нет управляющей компании. Решить проблему люди просят администрацию Октябрьского района. Но там говорят, что сделать это непросто. Желающих взять на себя обслуживание проблемного Кирзавода нет. С парящими компаниями разговариваем, проводим встречи. Ни одна не изъявила желание включиться в этот реестр, чтобы потом мы закрепили за ними дома, которые остались от 45-го дома управления. Октябрьская администрация предлагает компромисс – разделить дома Кирзавода между несколькими управляющими компаниями. А пока компании тянут жеребий, люди ждут решения конкретных проблем. Жильцы 19-го дому устали дышать нечистотами. От постоянной сырости в подвале уже несущие стены рушатся. Дом у нас рушится, потому что в подвале у нас постоянно сырость. Постоянно. Мы везде обращались, везде нас откидывают. Никому мы не нужны. Дом управления у нас нет. Ни в подъездах никто не убирается. И дом у нас рушится. Просим, чтобы нам сделали техническую экспертизу дома. Как только будет новая управляющая компания, я думаю, что мы проведем технический мониторинг этого дома. Или за счет бюджета, или за счет управляющей компании. Мы там определимся и определим в технической состоянии, что нужно там сделать. А вот в неисправности канализации, по мнению Андрея Сандина, виноваты сами жильцы. Может быть, есть какая-то доля в сетях, но на 80% это все-таки жители, чтобы выбрасывать в канализацию не то, что надо. Но и в этой беде обещал разобраться. Главное, чтобы люди оплачивали коммунальные услуги. Сейчас задолженность по платежам в домах Кирзавода составляет от 450 тысяч до 2 миллионов рублей. Жители с такими заявлениями не согласны, уверяя, неплательщиков у них единицы. И в основном в униципальном жилье. Долги висят на тех, кто давно покинул территорию Кирзавода. И, по мнению жильцов, разбираться с ними должна администрация, а не соседи. За должности ни у кого нет у нашей половины дома. Но от нас, скажем так, отказали все. Кровля, крыша текет. Кровля в домах 19 и 19А включена в программу капитального ремонта на 2020 год. Дожить до того прекрасного момента, перестав собирать льющуюся с потолка воду, людям должна помочь управляющая компания «Сантехдом», которая уже взяла на себя обслуживание этого дома. И сейчас жильцы ждут лета, надеясь, что им сделают хотя бы текущий ремонт. На него же уповают и жители дома 9А. Капремонт им не светит, общежитие признано аварийным. Но сколько лет придется ждать его расселения, неизвестно. И все это время люди хотят жить в нормальных условиях. На них прямо опасно наступать. Здесь вот колодец, здесь распределительный, отопительный колодец. И глубиной метра полтора-два. Здесь можно упасть и убиться, в конце концов. Андрей Сандин пообещал, до конца марта вопрос с обслуживанием домов на кирзаводе будет решен. Скорее всего, их разделят между собой пять управляющих компаний. Я попрощаюсь с жителем кирзавода, что когда придут новую управляющую компанию, чтобы все-таки вовремя платили за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы потом из этого складывается их не благосостояние, а их жилищные условия. Как там все ее... А если будет плохо управлять, обращайтесь к нам в администрацию, будем решать. Людмила Чекал, Владимир Ильин. Наши новости.